У нас не просто промышленный технопарк, у нас технопарк, управляющая компанией промышленным технопарком КЭМС дала жизнь новому объединению, это межрегиональный промышленный пластер КЭМС. Инициатива была поддержана у нас с Минформтором Российской Федерации, на местном уровне это проектовство Кузбасса, Томской области и Донецкой Народной Республики. Мы объединяем сейчас три ферритора лет. Очень важно было то, что сам промышленный технопарк стали развивать на старой площадке бывшего завода Кузбасса электромотор. То есть вы понимаете, что надо было воссоздать сначала площадку с нуля, с руин фактически, и параллельно заниматься новыми проектами. Самое важное было, что в 2020 году мы получили, соответственно, первичные документы, запустили площадку промышленного технопарка и параллельно развивали наши президенты. Скучность им было, все были в масочке, все были такие озабоченные, нам было не было скучно, мы занимались документами. И за одним обучали первую компанию, компанию резидент, компания только мест, которая производит на взрывы безопасных двигателей, обучали именно совместно с ВЦК бережливому производству. Ребята не просто научились, они стали взывать столько документов, столько работы, давайте думать, чем будем заниматься дальше. И мы стали дома. Прямо так, мы не стали первичными. Работали, заездка на воду республика первичная, получили статус кластера. У нас 12 проектов, 6 компаний-участников, а нам мало, и нам надо совместно со всеми работать, взаимодействовать, дергать за литочки, чтобы проекты работали. Так как у нас один из крупных проектов, это проходческие комбайны для горно-рубной промышленности, а также щиты для метрополитена, плюс большие грабильные установки. Останет поменьше проекта, но они не менее значимы. Чтобы таким проектом управлять, соответственно, нужна цифровая была трансформация не только на нашем предприятии, но и на всех предприятиях, которые у нас входят как участники кластера и находятся на площадке промышленного компания. Итак, пилотом, как я вам объяснила, стал компанией Торкомбез. Что было сделано? Было разработано собственное программное обеспечение. Назвали его промышленным навигатором, потому что действительно пошагово дает возможность выстроить производственные процессы. Данное программное обеспечение, которое было разработано сотрудниками промышленного предприятия, помогли полностью подетально разобрать все производство электродвигателей, сделать очень прозрачным со всеми структурами, начиная от снабжения, кончая сбытом. Программное обеспечение у нас входит 17 основных разделов, они связаны и включаются в том числе электронные документы оборотов. Мы полностью ушли от бумажной волокиты с записками, докладными, с любыми бумажными носителями, мы фактически распрощались, кроме бухгалтерии. У меня никуда не денешься и как. Обязательно у нас идет контроль исполнения по каждой из задач поставленной. Разработано было мобильное приложение, терминал для учета всей работы терминала находится на территории всего завода. И в результате в настоящее время прорабатывается уже отправка идентификации, ответственность за интересованным лицам, это внутренняя замкнутая система, не дает возможности, конечно, не поправить контакт и так далее. У нас еще раз подчеркну, 17 модулей, я пролистаю, не буду вдаваться в подробности. Самое важное то, что коллектив сначала сопротивлялся, как же мы привыкли на бумаге писать, когда появились вот эти электронные обычные приложения, тех телефонов, которые мы носим с собой, стало гораздо проще. Когда терминалы растаяли по всему заводу, когда прошло обучение сначала компании «Торконвест» всего персонала, потом второй компанией, которая у нас находится, компанией «Профит», их затянули в систему, стало гораздо прозрачнее понятие, учитывая, что «Профит» и «Торконвест» между собой взаимодействие в рамках кластера. Соответственно, мы четко видим, что, пользуясь инфраструктурой промышленного технопарка, а именно центром коллективного пользования, мы закрываем сразу все потребности двух предприятий, находящихся на площадке промышленного технопарка. Кроме того, мы буквально три дня назад ехали в ДНР, поняли, что там есть поручник, знаете, как на тракторе едут в ручную, к сожалению, пока так. Так, и мы с коллегами проговорили, ребят, а вам в том числе нужно ставить нашу программу промышленного технопарка. И хотели бы, что с 25-го года мы, коллегам нашим, уже эту систему будем внедрять, сейчас будем подготавливать полноценно для того, чтобы на площадке ДНР мы испробовали новый промышленный продукт, который помог бы нам без сбоя сдавать серьезнейшую технику. Вот так выглядит наш комбайн. Почему? Заказчиками являются крупные угольные предприятия, которые считают, все буквально по минуту, и если вовремя мы не поставим пароходческий комбайн, будет срыв плаве. Будет срыв плаве, соответственно, в энергетике и так далее пойдет по накатам. Значит, мы занимаемся проектом ЕО, ставим на стражу энергобезопасности страны, работаем дальше. Спасибо. Спасибо, Юлия. На самом деле, это...